Добрый вечер. Ты что-то ищешь? Да. Я Скотт Шелби, частный детектив. Я расследую дело об убийстве Оригами. У меня есть несколько вопросов. Мой сын умер. Мистер Шелби, мне нечего сказать. Преступник тоже похищен. Это то же самое, что и с сыном 10-летнего мальчика. Если ты ничего не предпримешь в течение четырех дней, то в конечном итоге найдешь его тело на пустыре. Когда я был маленьким, мне никто не мог помочь. Пожалуйста, подними это. Твоя информация может спасти других детей. Я даже не смог спасти жизнь своему сыну. Как такой парень может спасти чью-то жизнь? Есть лекарство от астмы. Я только что срезал его и пришел сюда без урожая. Здесь много правильной трески. Спасибо тебе. Я не могу дышать, когда передо мной идет дождь. Ингалятор был в задней части магазина. Ингалятор был в задней части магазина. Ингалятор был самой сокровенной частью магазина, хотя ты, возможно, и знал то, о чем не хотел говорить. Добро пожаловать. Ты что-то ищешь? Дай мне деньги из кассы. Не делай ничего странного. Я хочу, чтобы ты открыл кассовый аппарат. Положи деньги на прилавок. Черт возьми, ты что, не слышишь меня? Открой кассовый аппарат сейчас же. Нет, ты не имеешь права красть эти деньги. Это деньги, которые я заработал тяжелым трудом. Я не могу пройти мимо этого. Отчего ты без ума? Неужели ты не понимаешь? Если ты не будешь делать то, что я говорю, то пролетишь сквозь середину самолета. Я не могу тебе этого дать. Это мое. Убирайся из магазина, пока не стало слишком поздно. Черт возьми, открой этот травяной кассовый аппарат. Или я убью тебя. Из фрикуре это невозможно. Убей. Эй, ты сюда. Иди сюда. Не двигайся. Руки вверх. Подними руки, или я застрелю тебя. Я Скотт. Ты антенна. Эндрю. Это Эндрю, хорошо? Это пустая трата времени. Положи пистолет и убирайся. Ты даешь мне совет? Именно я могу дать тебе совет. Так что же ты собираешься делать? Кто-нибудь может прийти в магазин и сообщить об этом, и у нас нет никаких шансов выпутаться из этой ситуации. Я прострелю тебе голову, когда ты войдешь в магазин. Не выводи меня из себя. Если ты расстроен, ты не знаешь, что делать. У тебя есть кто-нибудь важный для тебя? У моей подруги и моей семьи есть дочь, и мою дочь зовут Джессика. Так что бы ты подумал, если бы Джессика увидела тебя сейчас? Подумай. Даже в самом худшем случае не паникуй и успокойся. Никто не причинит тебе вреда, и если все будут спокойны, все встанет на свои места. Я спокоен. Все в порядке. Сейчас еще есть время. Если ты сейчас наденешь пистолет, забудь обо всем, что здесь произошло. Вот и все. Убирайся из магазина. Я успею вовремя. Пошел ты нахуй. Как ты думаешь, что я собираюсь здесь делать? Хорошая попытка. Я чуть не отправил его в рот. Давай же. Я действительно ценю это. Если бы тебя здесь не было, то, что произошло бы, не было бы напрасной траты времени. Потом, когда моего сына кожаного не стало, я получил письмо с квитанцией на хранение. Когда я открыл шкафчик, я нашел эту коробку. Я не знаю, что это значит, но я думаю, что это может быть своего рода послание от человека, который забрал у меня моего сына. Если ты можешь помочь, пожалуйста, возьми коробку с собой. Я ничем не мог помочь Резе. Возможно, ты даже сможешь помочь другим детям. Мистер Шелби, я уже начал думать, что в том, чтобы быть живым, нет ничего хорошего. Но я понял, что это было ошибкой. Я понял, что это было ошибочно. Продолжение следует...